Добрый день, дорогие друзья! Друзья, я заметила такую тенденцию, что когда на севере Соединенных Штатов очень холодно, люди начинают мигрировать на юг, и Флорида очень популярное место для миграции с севера на юг. Вот сейчас середина января, у нас плюс 20 сегодня, сейчас где-то плюс 18, вот к вечеру будет плюс 22. Светло, солнечно, тепло, замечательно! И сейчас я хотела бы рассказать вам кратко историю, почему мы смотрим этот дом. К нам обратилась семья северного штата Нью-Джерси, они планируют, рассматривают переехать во Флориду. Выбрали город Орландо. Город Орландо – это семейный город, у них двое детей, правда, немаленькие уже дети. Один ребенок high school возраста, и второй ребенок будет поступать в college, в university. Так как у нас здесь есть очень хороший университет UCF, вот у них есть такая мечта. Какие есть, вернее, параметры этой семьи? Семья большая, помимо двух детей, с ними еще будут жить родители, поэтому им нужно 5 спален, это самое идеальное. Возможно, они вместились бы в 4 спальни, но 5 спальен – это самое лучшее. Бюджет у семьи до 800 тысяч, желательно с бассейном, но можно, чтобы дом был без собственного бассейна, но чтобы в комьюнити был бассейн. И дом должен быть большой, где-то около плюс-минус 3000 square feet. Вот такие пожелания. Сейчас мы находимся в районе Метро Вест, мы наслышаны об этом районе, мы показывали очень много видео квартир, кондо. В Метро Весте очень много комьюнити, где именно продаются кондо, но также здесь есть и спальный район. Вот сейчас мы находимся именно в спальном районе. Локация отменная, здесь очень хорошие развязки и до Донтауна Орландо в 10 минутах Universal. Очень хорошая локация и такое уже установленное такое место со своими ресторанами, плазмами, магазинами, фитнес-центрами. То есть в этом районе очень хорошая инфраструктура. Район застраивался достаточно давно, сейчас новых построек здесь нет. К примеру, этот дом был построен в 1992 году. Мы зайдем и посмотрим, что нас ожидает внутри. Семья может сделать небольшой косметический ремонт, но они не хотят какой-то глобальный ремонт. Что мне известно, здесь совершенно новая крыша. Это хорошо. Новая крыша. То есть они сделали какую-то хорошую косметику в доме. Да, я вижу, что и, знаешь, снаружи покрашен дом. Да, недавно был покрашен exterior, ну, наружные стены, внутри было покрашено, у них новые кондиционеры. Иногда мне кажется, что дома, которые были построены в тех годах, если они переделаны конкретно, да, капитально переделаны, они более прочные. Да, особенно прочнее тех домов, которые были построены во время ковида, тогда был огромный, как бы, огромный недостаток материалов, строили уже, что есть на рынке, из различных, как бы, подсобных материалов, или очень долго ждали, и потом начинали очень-очень быстро это строить. Вот, то есть старые дома бывают крепче новых. Давайте пройдем, честно говоря, мы еще не видели дом, здесь есть бассейн, кстати, в комьюнити есть и чуей, но он невысокий, он всего 48 долларов в месяц, совсем невысокий, но в комьюнити нет бассейна, зато есть бассейн в доме. До того, как мы зайдем в дом, давайте по цифрам пройдем, этот дом достаточно большой, даже больше, чем мы ожидали, но мой клиент захотел, чтобы я посмотрела для них этот дом, как он выглядит внутри, понюхать, пощупать. Это очень важно. Это очень большой дом, 3484 квадратных фута, в переводе на метраж, 324 квадратных метра, 5 спален, 3,5 ванных комнаты, продажная цена 765 тысяч. Честно говоря, ребята, они переборщили с ценой, я сделала свой анализ рынка, смотря, что мы найдем внутри дома, но такие дома здесь должны продаваться где-то за 725-730, вот в этом районе. Были продажи домов похожих, тоже с ремонтом, мы посмотрим, что у нас здесь за ремонт, ну, нужно будет скидывать. Если моим клиентам понравится этот дом, он достаточно давно стоит на рынке, он стоит уже год на рынке, и вы знаете, на что я обратила внимание, когда рассматривала онлайн этот дом по своей базе? Очень интересная у них ценовая политика, честно говоря. Эта информация доступна, вы можете это все увидеть в том же самом ЗИЛу, как у них менялась цена. То есть, смотрите, год назад дом был выставлен на рынок за 835 тысяч, потом они снизили до 765, это какая сейчас цена у них стоит, потом они снизили до 699, кстати, вот это вот хорошая цена, но они не продали его за 699 и подняли до 825. Очень интересная стратегия. Очень интересная, на 120 тысяч. Я, честно говоря, пересмотрела два раза, я не поняла такую ценовую политику, то есть дом простоял полгода на рынке к тому моменту, и они его подняли на 120 тысяч. Странно. Окей, но мы будем, если вдруг этот дом понравится, мы будем, конечно, бороться, он достаточно стоит на рынке давно, я думаю, что продавец должен быть flexible, ну будем пробовать. Вот, потом они спустили с 825 до 799, сейчас 765, и я, как сказала, в моем понимании это все еще дорого. Так, давайте посмотрим. Давайте пройдем, посмотрим. Ну, видно, что крыша новая и свежая краска. Входная дверь невысокая, но в те времена их и не строили высокие, вот здесь сразу при входе лестница, я не знаю, хорошо это или плохо. И сразу нужно пойти туда. Немножко, да, мне кажется, мешает, да, при входе, потому что смотри, как дверь открывается. Ну да, очень близко, очень близко. Если дверь не до конца открыть, то, в принципе, очень и очень близко, да. Сразу заходишь по рожек. Что здесь хорошо, здесь можно поставить консоль для ключей или для обуви, поставить табуреточку, шкафчик. Так, но вот здесь сразу получается, ребята, вот это лестница. Вот это я не обратила внимания, когда просматривала фотографии, здесь... Лестница. Вау, да, здесь порожки, лестница, да. Если у вас маленькие дети, ну хорошо у этой семьи большие, взрослые дети, но маленькие дети здесь могут хорошо полетать. Вот в этом я вижу минус, причем, видишь, с обеих сторон. С обеих сторон, да. Ну да. Вот, ночью можно... Убиться. Убиться здесь, да. Ну давайте посмотрим. Я вижу, что стены покрашены. Да, стены покрашены, да. Модный цвет уже, светлый. На полах, кстати, надо заметить, мрамор. На полах мрамор, да, по всему дому. Вот он люстрый, какая красивая. Так, и не знаешь, с какого угла зайти. Давай, давай, куда-нибудь поймем. Так, что здесь у нас? Это у нас столовая. Это у нас столовая. Ну, хорошего размера. Можно попасть из кухни. Здесь у нас гостиная с натуральным камином, я так понимаю. О, да, камин. Натуральное дерево. Так, камин это хорошо. Так. А вот интересно, если здесь камин, то сюда уже негде поставить телевизор, да? То есть это в другой комнате сейчас посмотрим, если только. Да, правильно ведь? Или вон туда его. А, ну, хорошее, я думаю, хорошее замечание, но, ты знаешь... Его часто ставят наверх, но это уже очень высоко для меня. Да, это будет высоко. Это для меня высоко. Слушай, ну, здесь... Вот здесь был он. Вот здесь был телевизор, но это очень как-то странно в углу. Да. Его не видно ниоткуда. Да, да, да. Вот что значит, 92-го года телевизоры были маленькие, можно сюда было его воткнуть, и было бы нормально. Вот такое замечание тоже. Посмотрим, да. Я даже... Хорошо, давай посмотрим. Вот здесь стоит диван, и как ты там будешь видеть этот телевизор? Телевизор единственное просится на эту стену, и его не прибивать к стене, а здесь, видишь, есть выступ, подставка под телевизор. Вот если только сюда ставить, на ткани. Больше здесь нет стен даже, чтобы повесить его. Да. В целом дом, конечно, вот пока ощущение вроде бы хорошее, но вот есть нюансы, да, которые ты думаешь, а что с ними делать, и как это решать. Здесь у нас, обратите внимание, уже другого цвета плитка, тоже мраморная, но почему-то она отличается. Но это уже не мрамор, это уже под... Современная. Да, это более современная. Это современная плитка. Но это под мрамор, это уже не настоящий. Очень большие окна, вот это мне нравится. О, вот это классно. Дом светлый, посмотрю. Буквально вся стена, можно сказать, стеклянная. Это супер, это супер, это мне нравится. И здесь обеденная... Здесь зона для завтрака, это не обеденная зона. Да, это зона для завтрака, здесь можно поставить небольшой стол. Ага. Так. И вот кухня. Кухня. Кухня, кухня. Я бы сказала, что кухня немножко... Небольшая, да? Думаю, ребята, извините, но я для своего клиента смотрю. Да, да, да. Кухня маловато. Вот здесь нам милы не хватает. Ага. Мне кажется... Но есть вот даже вот столик небольшой. А, остров есть, да. Да, остров есть. Это, конечно, плюс. И там тоже барная стоечка. Вот эта барная стоечка. Шкафы высокие, неплохие, хорошие шкафы. Знаешь, что я не вижу? Микроволновку здесь. Никуда не поставили. То есть, да, сюда ее либо вот вытяжку убирать и ставить в микроволновку, либо ее вот отдельно куда-то ставить. И занимать маленькую кухню еще дополнительно. Ну, маловато, маловато кухни. В моем понимании я люблю большие кухни. Ну, да, согласна. Ну, да, когда семья большая, то хочется побольше. Это клановочка для округ. Слава богу, она есть. Да, это хорошо. Здесь стиральные и сушильные машины. Так, вот так. Постирочная, открывается. Давайте пока мы уже здесь. Да. Позадим в гараж. Гараж. Гараж на две машины. Ой, с окном и с еще дополнительным выходом, да? Неплохо. Вот это тоже плюс. Ну, обрати внимание, бывают гаражи на две машины, но они оверсайз. То есть еще где-то на полтора места есть площадь, где можно поставить велосипеды. Здесь интересно, смотри, подведена вода. Да-да-да. Такая хозяйственная. Такая хорошая. Нагреватель воды. Нагреватель по виду новый. Так, вот кондиционер. Кондиционер, ты говоришь, что... Кондиционеры тоже, да. Это тоже хорошо. Проходите. У меня сейчас такая мысль возникла, что... Вот смотри, они выставили за 699, потом сделали вот этот ремонт и стали продавать подороже. У меня вот такая мысль, почему они завысили цену. Потому что ремонт как раз он такой новый достаточно. Я бы не сказала, что он какой-то прям совсем... Ну, тем не менее... Кстати, какой-то... Возможно, поменяли поверхность. 100 тысяч могло уйти, смотря что они делали. Все они крышу... Крышу сделали новый, окей, хорошо. А знаешь, весь дом перекрасили снаружи, снутри. Это могло быть, по идее. Кондиционеры. Ну, в любом случае, мой сравнительный анализ рынка не показал... Ну, да-да-да. ...не поддерживает эту цену. Все равно дороговато получается. На самом деле, если понравится этот дом клиентам, то нужно будет жестко так торговаться, честно говоря. Здесь комната, которую мы никогда не знаем, как назвать. Это living room. Здесь можно поставить мягкую мебель, столик и принимать гостей. Или... Они прямо с этих порожков... Да, сразу сюда попадают. Сразу сюда. Либо вы можете сделать очень большой неплохой офис, если закрыть вот это. Но это надо уже стараться. Да. Можно закрыть, это будет очень большой офис. Ну, да. Здесь половинка санузла. Видно, что обновленные шкафчики. Здесь мы проходим в мастер-бедрум хорошего размера, неплохого. Ну, посмотрите, что здесь... Какой у нас сюрприз ждет. Здесь нет дверей в ванную. Да, вот это как будто бы минус, да? Для меня это даже не как будто бы, да. А, как будто бы точно. Здесь нужно ставить drywall, стену. Стену. Вот здесь стену ставить, да. Это можно как бы сделать, да. Это не будет большой проблемой. То есть, представляешь, это изначально так было задумано. То есть... Ты знаешь, я часто вижу в старых домах вот такую открытую планировку. Они сделали ремонт ванной. Да, кстати, здесь полный ремонт. Она большая, большая ванная. Да-да-да. Ванна, видно, хорошая такая. Да, современная. Вот это все они делали. Здесь бросится жалюзи. Естественно. Не, ну да, естественно, да. Здесь что-то или затонировано, или жалюзи, или что-то такое. Окей. Туалет? Туалет, мрамор. Посмотри-ка, здесь везде на стенах. Сейчас разгляжу. Нет, это под мрамор, но все равно хорошо. Тем не менее, вот тут до потолка. Гардеробная. Гардеробная. Хорошо. Так, здесь две раковины. Вот это мрамор тоже. За то, что в цвете постарались. Здесь мне нравится, что окон много, да? Да, это так и есть. Мы уже обратили на это внимание. Какой-то он такой холодный, мне кажется, дом из-за мрамора. Мне что-то холодно стало. Не, мне ничего. Да, тебе нравится? Да, ничего. Если соответствующую мебель поставить, если она не только просто белая будет, то будет уже интересно. Но это уже на любителя, как говорится, да? На откут свой цвет. Ну, из-за этой цветовой гаммы, плюс большие окна, мне нравятся светлые дома. Да, вот мне тоже. Он очень светло смотрится. Здесь даже свет не нужно включать, все светло. Окей, давайте пройдем дальше. Еще минус, двери здесь низкие. Двери низкие. Ну, невысокие, да. Так, вторая ступенька. Большого дома. О, мы на второй этаж поднимаемся. Давайте пройдем на второй этаж, а потом выйдем во двор. За то, что ступеньки такие красивые. Здесь должен быть симпатичный двор. Посмотри, как они сделали. Кстати, да, ступеньки очень симпатичные. А фарту кухни здесь, вот, в ступеньках. Все стильно. Ага, здесь у нас уже дерево. Да. Бонусная комната. Бонусная, хорошая. Да, хорошего размера такая. Ну, давай, может быть, с того угла начнем. Давай. Хорошо, пошли. Кстати, то, что мастер бедрум на первом этаже, это плюс. Да, 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 я тоже считаю. Так. Кстати, комната неплохого размера. Ну, они плохого, не маленькие. Я в последнее время очень много вижу домов. Очень маленькие. Даже не с маленькими. Там непонятно даже queen-size bed сложно поставить. Можно ли? Не, хорошие размеры. Хорошо, это хороший размер. Опять-таки, полы разные. Ну, это тоже новые. Какие-то, видимо, раньше были постелины. Это тоже новые. Прям вообще видно новые, да. Так, заходим сюда. Так, ванна, видела. Тоже новая. Все новое, смотрите. Вот как я люблю. Плитка до конца. Душевая. Только как же это? Не разбрызгаться, не понимаю. А здесь вешается такая шланга и занавесочка. Занавесочка, да, и все нормально будет. Ну, окей. Так вот, тут полы. Слушай, возможно, ты и права. Они понижали, повышали цену в зависимости от того, что они добавляли в дом. Да, сделали ремонт, и решили цену добавить. Потому что без этого не продавалось, видимо. Он так уже плохо выглядел. Тоже хорошего размера комната, светлая. Потолок низкий. Потолок невысокий. Невысокий, да. Ну, это второй этаж. Так, дальше идем. Так, и что у нас тут? Полочки. Еще две. Спальни здесь. Я думаю, спальни здесь похожие в размерах. Похожие, да. Большие, мне нравятся. С двух сторон окна. Гардеробная тоже неплохая. Еще одна спальня и еще один санузел. Да. Окна с двух сторон. Отлично. Так, а здесь что? Еще один санузел. Главное. Да, конечно, они это тоже все переделывали, я вижу. Это все новое. Плитку стелили, раковину меняли. Так, здесь кондиционер. Так, и куда здесь мы смотрим? Здесь я хочу посмотреть окна. Окна, кажется, оригинал. А, да, оригинальные. Точно. Постройки, да. Точно. Сейчас уже ставят двойные окна, здесь одинарные. Это как у меня в апартаментах, такие одинарные. Тоже стиль такой, у меня как раз тоже 92-го. Модно так было, видимо, в те времена. Окей, ну, в общем, мы посмотрели внутри дома. Давайте спустимся во двор. Хотела сказать, что, в принципе, мой клиент, ему понравился светлый цвет стен дома, вообще такой светлый дом. Мне тоже, кстати. Большие окна, и очень понравился двор, и особенно понравилась комната, которая называется Флорида Рум. Вот мы сейчас в нее зайдем. Ох, как интересно, Флорида Рум. Такое, кстати... Смотри, какое помещение. Можно в буллинг играть. Ну, это очень классно. На самом деле здесь семья может проводить просто весь свой досуг. Да, здесь можно поставить и обеденный стол. Здесь, кстати, можно тоже самый телевизор повесить. Да, вот здесь. Это помещение под кондиционером. Вау, вот это классно. И это не просто сеткой затянутой, знаешь, бывают такие затянутые помещения сеткой. Это здесь окна. То есть такое помещение называется Флорида Рум. Его можно использовать круглогодично. У них, причем, видишь, два юнита кондиционера. С двух сторон. С двух сторон. Я еще подумала, одного же не хватит, вот второй. Супер. Мне вот это нравится, да? Здесь вот и детям порезвиться можно... На велосипеде покататься. Да, да. Что хочешь, можно придумать. Надо еще подумать, что сделать. Ну, честно говоря, если бы у меня была дома Флорида Рум, я бы там проводила очень много времени. Ты вроде бы себя как бы ощущаешь и на природе, на улице, но в то же время не будет ни жарко, ни прохладно зимой. Ни дождь. Что еще? Мне кажется, вот они даже поменяли свет. То есть светильники тоже новые. Я прям вижу, все новое. Да, здесь все поменено. Это было добавлено. Все покрашено. И, кстати, это было добавлено к квадратуре дома. А-а-а. Лот 0,25 акра. Так, хорошо. Мы переведем вам. Напишем. А из чего сделано? Из чего сделано? Я посмотрела, как обычно, блок первый этаж и деревянный каркас второй этаж. Все, как обычно. Понятно. Знаешь, по Флориде можно этот вопрос даже уже не задавать. Ну, часто просто говорят, да, картонные и картонные дома. А мы всегда говорим... Ну, картонные, это совсем старинные дома. Они строились, картонные и то, как бы не всегда строилось много и блочных, там, в 1940-х годах. Ну, да, этот первый этаж из блока. Посмотрите, какой хороший дворик. Интересно, интересно вообще. Большой скрин. Достаточно большой бассейн. Даже деревья влезли. И бассейн. О, класс. Бассейн действительно большой, посмотрите. Еще так не в каждом доме такой найдешь, где есть бассейн. Вот им понравился, моим ребятам понравился дворик. Да, дворик хороший. За ним не так много ухода нужно, потому что он под сеткой. Это правда, скажем вам, как... Да. И так как много лиственных деревьев, эти листья осенью, вот в этот сезон были бы в бассейне. Ну, честно говоря, здесь просится, прям напрашивается убрать этот дворик. Его, видимо, в течение года не особо убирали. Но там есть спа. Да, спа это тоже классно. Да, 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 да. И плюс еще просто для красоты такой фонтанчик. И дворик действительно можно было бы убрать, может быть, что-то посадить такое интересное, да, еще досадить. Вообще и так хорошо, честно говоря. К этому у меня нет претензий. Дворик еще продолжается за скрином, за бассейном. О, тут можно и собачку выгуливать, если что. Пусть он небольшой, но действительно можно... Опять же, для детей какую-то площадку сделать, да, как делают. Что это за фрукт интересный? И он пахнет, вязались. Ой, как вкусно пахнет. А его есть можно? А может, я обозналась, и это как эта звездочка. Но он пахнет. И его едят, я знаю, и его едят, да. Ой, как вкусно. И его разрезаешь, он как звездочка. Смотрите, как выглядит. Если кто-то знает. Какой он, как вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. Я такого фрукта не видела. Вот он, свеженький. Боже мой. Ароматный, да. Ну, минус, вот, будет валяться так всё. А так пахнет вкусно, да. И можно покушать, по идее. Издалека на манго похожую. Да-да-да. Вот, ну, вот такой ещё дополнительный дворик. Да, неплохой. Не, у меня к дворику нет претензий. Мои чувства по поводу этого дома. Мне что-то и очень нравится, и что-то я бы переделала. Согласна. Но... Вот ступеньку вот никак не переделаешь. Вот это вот единственное. Ступеньку, да. Вот если бы не она, очень много можно что-то переделать. Кухня тоже небольшая, но не знаю, как её можно было бы... Может быть, остров сделать больше, как-то расширить. Есть какие-то такие минусы. Я думаю, что это возможно как-то исправить. Здесь нужен хороший дизайнер, который нарисовал бы, убрал бы мысленно кухню. Причём кухня, она не новая. В принципе, её можно было бы и переделать. Ну да. Но, честно говоря, моя семья не хотела заниматься очень большим ремонтом. Поэтому я им расскажу все свои плюсики и минусики и посмотрим. Но если здесь хорошо поторговаться, в принципе, может быть, и стоит обратить внимание на этот дом. Да, да, соглашусь. Ну, а вы скажите своё мнение, друзья. Опять-таки, как я говорила в самом начале, здесь очень хорошая локация. Локация, локация, локация. Дом этот относится к Олимпия High School. Эта школа входила... Пусть она на рейтинге не самым высоким, но она входила в десятку лучших школ Орландо. До сих пор входит и в прошлом году. Школа хорошая. Я со многими родителями разговариваю в этой... Разговариваю в школе, куда дети ходят. Им очень нравится. И когда... Брат учился у меня. Брат там учился у меня. Учился. Вам нравилась эта школа Олимпия? Да, да. Да, хорошая. Ну, да. Школа входила вот опять-таки в десятку лучших школ Орландо. Несмотря на рейтинг. А что там у нас по ипотеке? Что-то можно рассказать? Да, по ипотеке... Я, кстати, даже посмотрела приблизительно. Я не ипотечный брокер. Дэвид у нас такой. Да, у нас Дэвид. Обращайтесь. Обращайтесь. И опять-таки у каждого своя история по ипотеке. Вот, например, у этой семьи они готовы внести 20% даунпеймента. Получается, что они будут брать где-то 500... Ну, если рассматривать полную цену... Да. Но мы не будем этот дом точно брать за полную цену. Ну, хорошо. То если рассматривать полную цену, это будет где-то около 580 тысяч займ. Процентная ставка будет зависеть от ситуации. Если это по налогам берется кредит или по банк-стейтмент, по зарплате. Если кто-то налог не показывал. Но я примерно поставила 675% ставку. То есть будет 3 800. Моей семье подходит до 4 тысяч в месяц ипотека. Так что будет где-то 3 800 в месяц. С такими условиями, которые я озвучила. На 30 лет, да? На 30 лет. Все. Понятно? Ну что ж, давай посмотрим, проедемся по комьюнити. И, ребята, следующий выпуск будет другой дом. Я вам советую подождать. Мне кажется, другой дом понравится мне больше. Очень надеюсь. Давайте проедем здесь по комьюнити. После этого выпуска ждите следующий выпуск. Тоже будем снимать для этой же семьи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!